Полномасштабное вторжение в Украину может стать причиной распада России. Некоторые эксперты говорят, что этот процесс может начаться уже в этом году, поскольку военные преступления российской армии и провалы на фронте показали всего миру, что так называемая «вторая армия» в действительности существует только на словах. Российский писатель и критик президента Владимира Путина Станислав Белковский считают, что в ближайшее время Россия станет страной, деградирующей во всех отношениях и направлениях. И по его словам Российская Федерация останется не только без смартфонов, но и без высокоскоростных лифтов в домах, без самолетов, без современных автомобилей, без медикаментов, без значительной части продукции сельского хозяйства. Каким же может быть безопасное будущее для России, об этом смотрите в материале наших коллег. Суверенное, независимое и безопасное будущее России зависит только от силы и воли россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с новогодним обращением к гражданам России. Вместе мы преодолеем все трудности и сохраним нашу страну великой и независимой. Будем идти только вперед, побеждать ради своих семей и ради России. Однако безопасное будущее России может быть только без Путина. Так считает экс-депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Гудков. По его словам, сейчас весь мир наблюдает за последствиями длительного пребывания у власти Владимира Путина. Он уверен, при диктатуре о безопасном будущем России не может быть и речи. Эти демократии ни с кем друг с другом не воюют, а диктатуры, авторитарные режимы всегда скатываются к войне. Россия должна быть без Путина. В противном случае ничего не изменится и она также будет угрожать мировому порядку. Грубо говоря, даже если путинский режим проиграет, но умудрится каким-то образом сохранить власть, значит, такая богатая страна, как Россия, сможет перестроить свою экономику на военный лад, продавать нефть и газ в Китае и Индии на эти деньги, строить ракеты, танки, в какой-то момент снова сорваться на военные действия. Впрочем, дальнейшее управление президент России уже под большим вопросом. Так заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, подтверждение этому можно увидеть даже в меняющейся риторике российских пропагандистов. Посмотрите даже их официальные пропагандистские программы, и вы увидите, как риторика менялась от возьмем Киев за три дня и весь мир в радиоактивный пепел, на то, что звучало с началом осени, нам бы не проиграть, а сейчас нам бы сохранить свои жизни после того, как все изменится. Безопасность России после войны в Украине будет в руках постпутинских элит, считает украинский политический эксперт Тарас Загородний. Он также утверждает, что безопасное будущее России без ядерного оружия. По его мнению, это может успокоить милитаристские попытки Российской Федерации перераспределить мир. Это будет постоянная угроза для нашей страны и для стран Запада. И поэтому в данном случае, в идеале, опять же, страна без ядерного оружия, где будут активно, на территории которой активно будут работать и украинские службы, и турецкие, и китайские, которые не будут давать возможности стране снова вернуться в режим осажденной крепости крайне милитаризированной страны. После победы Украины в войне единственная возможность для страны-агрессора экономически выжить, это восстанавливать отношения с западными странами и стремиться к отмене санкций, считают эксперты. Будущие лидеры будут вынуждены закончить войну, освободить оккупированные территории, решить вопрос выплат компенсации Украине, помощи в восстановлении Украины. Чтобы был приоритет у международных правил и практик, только таким образом. И серьезная работа с общественным мнением. Политолог Тарас Загородний утверждает, что после падения режима Путина любая устоявшаяся демократия в России со временем все равно приведет к одному итогу. Появлению нового диктатора, который учтет все уроки за время войны в Украине и будет пытаться дальше вести экспансионистскую политику. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала Freedom. Прямо сейчас будем обсуждать эту тему с нашим гостем Армен Арамян, редактор журнала «Докса». С нами на связи. Доброе вам утро. Доброе утро. Вы знаете, я бы хотела начать наш разговор с общего вопроса. Вот не первый раз попадаются мне статьи от наших западных аналитиков. В данном случае я смотрю, Нидерландский институт международных отношений опубликовал свежий аналитический материал, который так и называется «Конец эры и три сценария будущего Российской Федерации и отношений с Западом». Почему-то подается три сценария, три спектакля, три сценария, три развязки. Одна из них это победа, я просто перевожу сразу с английского, победа Украины. Второй это победа России и долгий затянувшийся конфликт. Мне просто вот интересно, насколько вы видите действительно несколько сценариев возможных в развязке. И на самом деле, почему до сих пор, вот я сейчас со своим коллегой говорила, ведь Нидерланды уже открыто заявили о своей позиции о полноценной абсолютной помощи до последнего финального штриха Украине, до сих пор рассматривают еще промежуточный вариант, это победа России и долгоиграющий затянувшийся конфликт. Да сложно сказать, почему конкретные эксперты разные такие делают выводы. Ну, я думаю, что здесь достаточно важно, что, ну, правда, да, ну, в смысле, я думаю, европейские страны действительно достаточно решительно сейчас поддерживают Украину, но, опять же, они достаточно сильно зависят, ну, правительство достаточно сильно зависит от того, какие настроения будут у населения. И, ну, в общем, в начале, в начале этой войны, да, многие переоценивали возможность России вести эту войну, да, многие считали, что у России будет намного больше каких-то военных побед, чем оказалось в действительности, да. На самом деле сейчас мы видим, что те военные, какие, ну, какие результаты, которые показывает российская армия, они, ну, какие-то очень, как бы, скромные, извините, да, за такую формулировку, но никто не может с уверенностью утверждать, что там, ну, условно, если сейчас российские власти проведут очередную волну мобилизации и отправят очередное какое-то огромное количество пушечного мяса на оккупированные территории, да, ну, возможно, у них получится контрнаступление украинское как-то сдержать, да. Ну, это чисто военные, ну, это чисто военная аналитика, если честно, не очень в этом силен, вот. Это не означает того, что европейские страны там сократят как-то поддержку, да, но риск, который существует, это действительно риск того, что эта война превратится в какой-то затянувшийся конфликт, она уйдет в повестке дня, появятся какие-то более, ну, в мировой повестке, да, дня, в которой сейчас все еще присутствует эта война, появятся какие-то более яркие, громкие темы, и, ну, в общем, это действительно произойдет, потому что, ну, мы живем в очень турбулентное время, когда очень много разных мировых кризисов, и очень сложно будет сохранять внимание аудитории и всем убеждать, там, я не знаю, через несколько лет про то, что все еще нужно однозначно поддерживать Украину, ну, я имею в виду именно европейские страны и их, да, там, электорат европейских правительств, вот, и мне кажется, что тут, ну, очень важно понимать вот то, что такой сценарий, такой сценарий возможен логически, да, и, ну, было бы здорово его не допустить, но также важно понимать, как сохранять, как удерживать внимание людей, вот мы, например, как российская, да, антивоенная медиа, для нас это тоже каждодневное испытание, как для своей аудитории, как свою аудиторию продолжать сохранять ее внимание, удерживать ее внимание на этой войне и на поддержке Украины, на поддержке украинцев, вот, это испытание для всех нас. Но в то же время в самой Российской Федерации ведь не прекращается, наверное, так можно судить, поддержка и войны, Вам не кажется, Армен, мы вот о взгляде, если говорить о взгляде, там, на будущее России из Украины, из Киева, чуть попозже, и из самой России, я бы хотел бы. Но вот в интервью Докса, было опубликовано оно еще в октябре, если мне не изменять память, в конце октября, спустя месяц после начала, вот, мобилизации частичной, так называемой, с Григорием Юдиным, социологом, там вы поднимали, в том числе, вот, тему поддержки, проснется общество, не проснется общество после, вот, начала частичной мобилизации. Сегодня мы говорили уже в нашем эфире на протяжении нескольких дней об этом, собственно, шла речь, и в эфире Freedom, в эфире других каналов украинских и не только, о потерях российской армии в Макеевке. В Макеевке и не только. Как я понимаю, российское общество готово мириться с такими потерями крупными. Это не контрактники, которые знали, на что они шли. Это, возможно, даже те люди, которые вчера ты был айтишником, сегодня тебя уже забрали на полигон, и вот уже через пару часов ты сидишь в Макеевке, и, наверное, не знаешь, что будет дальше. Да, спасибо коллеге, вот что случилось с людьми, которых там мобилизировали, либо которые добровольно пришли в военкомат, мы не можем, собственно, судить. Но такие даже случаи, они никоим образом, опять-таки, как нам кажется, как кажется Киеву, не влияют на желание, либо нежелание многих аполитичных россиян сказать Путину свое нет. Да, я думаю, что важно, что долгое... Ну, в общем, в принципе, последние 30 лет, а даже не только с началом путинского правления, в принципе, весь постсоветский период в России разрушали все институты и все какие-то практики политического участия. И, да, и произошла вот очень сильная деполитизация, когда для людей, в принципе, не существует ничего, кроме их частной жизней. А если с ними что-то происходит, если война приходит в их дом непосредственно частный, да, там, влияет как-то на них непосредственно, то они как-то с этим будут работать, они попытаются, там, я не знаю, если у них есть ресурсы для этого, там, не знаю, уехать, откупиться. Но они не воспринимают, они не видят никакое пространство для политического участия, не видят ничего, что они могут сделать. И, в принципе, ну, как бы, ну, не очень понятно, да, что они могут сделать, что за форма действия доступна большинству россиян для того, чтобы сопротивляться этой войне, и мы тоже не очень понимаем, да, что мы им можем предложить. Ну, выйдите на мирную акцию протеста, ну, вас завинтят за секунду, и потом вас мобилизуют из тюрьмы, да. И здесь, вот, мне кажется, что очень важно понимать, что без какого-то организованного движения сопротивления, строительство которого уйдет очень много времени, и строительство которого, да, должно происходить систематически уже сейчас, никакого сопротивления и не будет. Ну, то есть, типа, очень много, да, очень много людей очень становятся очень злыми на эту власть, очень хотят, да, может, даже, да, увеличивается количество антивоенно настроенных россиян, да, и в том же интервью, да, вот, Григорий Юдин, по его прикидкам, это, там, треть населения, да, до третьей населения, у которых сильные антивоенные настроения, но даже эти люди, да, ну, треть населения довольно большая группа, но даже у этих людей нет представления о том, какие инструменты в их распоряжении есть, да, это не сценарий, где у вас, да, там, слабый какой-то, может быть, даже авторитарный режим, который вы просто, да, там, я не знаю, массовая какая-то мирная демонстрация может что-то изменить, это уже сценарий какой-то, ну, чуть ли не гражданской войны, да, в которой у вашего противника есть просто огромные ресурсы, это огромная армия силовиков, то есть, да, там есть люди, которых, есть вот эти вот люди, которые без какого-либо военного опыта отправляют умирать, да, а есть по всей России еще армия, да, силовиков, которые существуют для сдерживания каких-либо протестных настроений, это сотни тысяч росгвардейцев, там, полицейских и так далее, да, и это, в общем, ну, как бы, это военная диктатура, которую, как бы, ну, это полицейское государство достаточно сильное, да, и как ему сопротивляться без организованного движения, ну, в принципе, никак, да, то есть это организованное движение сопротивления, его нужно, его предстоит только построить, на самом деле, да, и мы видим со стороны российских, со стороны российских оппозиционных сил некоторые попытки это делать, у нас есть разные движения, да, там, сопротивления, есть феминистское антивоенное сопротивление, которое с самых первых недель войны начало строить, да, такое движение, да, недавно штабы Навального тоже объявили о том, что они возобновят работу и будут координировать акции сопротивления внутри страны, но это не процесс, который может произойти за одночасье, это процесс, который, ну, в общем, это движение только предстоит построить. Вы знаете, я бы хотела посмотреть с другой стороны на эту ситуацию, ведь не сегодня эта диктатура набрала таких масштабов, про которые вы сейчас говорите, оно происходило годами, и это не мешало, в принципе, нашим западным партнерам продолжать бизнес из южуал, зная прекрасно, что многие политические партии получали вливание от Кремля в скрытом формате, как лоббистов своих интересов на европейском континенте, что, кстати, приводило к проблемам в Европейском Союзе. Это не мешало. Внутренняя ситуация с нарушением прав граждан и так далее, она не была актуальна для наших западных партнеров. На сегодня, говоря с экономистами, они вспоминают, что еще до начала войны активно Россия занимала всего лишь 2% в мировой экономике, но тем не менее была далее интересная, как рынок сбыта, рынок поступления природных ресурсов в Европу на достаточно оптимальных ценах и так далее. Они боялись потерять эти отношения. В данной ситуации, как вы видите, понимая, что экономика действительно летит в какую-то пропасть российская, все связи оборваны, либо они настолько открыты и видны в плане вот этих вот лоббистских вливаний в Европу, видит Европа, что происходит с Россией, понимает ли Запад коллективный, что происходит с Россией, и какое место они видят России в дальнейшем нашем общем сосуществовании, а не заинтересованы в том, чтобы Россия превратилась в закрытую Северную Корею, либо они видят лазейки для business as usual и дальше, поэтому они вот как-то так аккуратно комментируют эти события. Я думаю, что тут надо различать разные группы интересов на Западе, то есть нет вот этого какого-то единого коллективного Запада все-таки. Там отдельно есть американская политическая элита, отдельно есть европейские страны, отдельно есть очень крупные, ну, как бы крупные, ну, условно, да, там, компании, корпорации, которые вполне себе будут заинтересованы продолжать business as usual. У них вообще нет никаких политических, у них нет никакой политической, политических ценностей. И многие компании спокойно себе продолжают сотрудничать, работать в России, многие западные, западные компании, да, не стоит туда думать, что у компании, корпорации есть какие-то политические ценности, они там из принципа что-то, да, там, для них принцип получения прибыли все еще как бы на первом месте находится. Здесь, ну, действительно, да, там, например, для европейских стран, да, более безопасная ситуация, это если Россия станет демократической, да, страной, либеральной демократией, в которой, которая не представляет такую большую опасность с точки зрения, с точки зрения просто военной какой-то интервенции, да, и мы видим, что в России разные, да, там, пропагандисты, да, и представители власти утверждают о какой-то затяжной войне, которая, в которую затянет, ну, в которой будет участвовать не только Украина, но вообще весь европейский континент. Я думаю, что достаточно важно, да, понимать, что действительно то, что Россия смогла начать это полномасштабное вторжение в Украину, это результат бездействия европейских стран, да и не только европейских, в принципе, да, мирового какого-то сообщества, которое продолжало сотрудничать с Россией, продолжало покупать нефть, газы, зависеть от российских ресурсов дешевых, и Россия, это не первая военная авантюра в истории, да, там, путинского режима, до этого была война в Грузии, да, за несколько, ну, в общем, несколько лет назад, да, началась военная интервенция в Сирии, которая приводила к огромным жертвам среди гражданского населения, которая, по сути, была связана с поддержкой диктаторского режима, да, Асада в Сирии, и, ну, никому это не мешало сотрудничать с Россией, и вот все эти, ну, и, там, я не знаю, чеченские войны тоже важно вспомнить, которые, да, там, тоже на которых Путин, в принципе, научил, ну, в общем, это тот опыт, который сформировал Путина как политического лидера в целом, да, и никто не, ну, в общем, никто не мешал России это делать, и сейчас мы, в общем, имеем дело с этими последствиями, когда, ну, решение о том, чтобы начать эту войну, да, российские власти не предполагали того, что они будут так изолированы сильно от этой войны, потому что они видели, что до этого все их военные авантюры сходили им с рук. Я думаю, что сейчас, как бы, Запад, ну, в общем, ну, нету единой какого-то представления о том, что как же все-таки это закончится, нет единого какого-то прогноза, и поэтому, то есть я думаю, что западные какие-то разные группы интересов, они находятся в каком-то замешательстве, скорее, и это как бы для нас, там, для украинцев и для антивоенно настроенных россиян, как бы, это наша задача все-таки, как бы, каждый раз им заново проговаривать, что, ну, нельзя вести бизнес as usual, да, и что нельзя поддерживать страну, которая ведет военную интервенцию, но здесь, как бы, надо понимать, что это достаточно циничное, циничное каждый раз будет отношение, вот. Естественно, исходя из этого, должен уже формироваться определенный дискурс, определенная среда, которая должна быть в будущей Российской Федерации. Наверное, возможно, кто-то может не согласиться, но в России должна быть контролируемая демократия, по-другому ее, собственно, не назовешь, кто-то может сказать, насажденная демократия, даже так. Возможно, это один из выходов для Российской Федерации, для государства безопасного, для своих соседей. И Украины, Белоруссии, Грузии в том числе. Но, как мы понимаем, что демократия для такого большого государства, с такими огромными разногласиями, территориальными, национальными, она может закончиться, собственно, не то чтобы распадом, мне не хочется именно это слово сейчас говорить, но, наверное, определенным разделением, либо же переходом к другим территориальным границам. Как вы думаете, будет ли установление демократии истинной, а не рисованной в Кремле, станет ли это началом для таких масштабных трансформаций, как, возможно, пересмотр территориальных границ, возможно, изменение самого национального строя будущего государства России? Я думаю, что сценарий такой вот контролируемый, насажденный сверху демократии, к сожалению, достаточно рискованный, потому что, ну, как бы, по режиму Путина это тоже контролируемая демократия. Ну, в смысле, вот последствия того, что в 90-е, да, в постсоветском, после распада Советского Союза российский, да, там, ельцинский режим, он продавливал различные реформы, в том числе, да, антидемократическим путем. Ну, последствия этого мы до сих пор, в общем-то, и разгребаем, и какие-то контуры российского политического режима, они складывались еще до Путина, и поэтому, ну, движение, ну, как бы безопасное для соседей Россия, Россия, которая не будет начинать других военных каких-то интервенций, это Россия, у которой будет демократия, ну, не насажденная, а органическая, и такую демократию может построить только движение сопротивления внутри России, да, и никак иначе, мне кажется, быть не может, да, то есть любая контролируемая демократия, она, мне кажется, у него очень большие риски превратиться в диктатуру. И про пересмотр границ, я думаю, что очень рано начинать этот разговор, я думаю, что в процессе, да, построения антивоенного движения в России станет понятно, какие группы в нем вырисовываются, да, там сейчас есть достаточно сильные голоса в национальных республиках, да, там фонд «Свободная Бурятия», «Свободная Якутия», это вот разные инициативы, которые подчеркивают, да, желание республик, да, людей из этих республик на желание автономии, но опять же, да, там у нас и в Европе есть очень много движений за автономию, там, например, в Паталонии, это не означает автоматическое предоставление этой автономии или предоставление независимости, но мне кажется, что очень важно, чтобы эти движения набирали силу и в будущем, в зависимости от того, как закончится эта война, как закончится путинский режим, у всего вот большого антивоенного, антипутинского движения будет возможность понять, как эта конфигурация дальше может существовать, это там предоставление еще большей автономии этим, там, право сецессии, например, этим республикам или это их полная независимость, да, и в разных случаях это будут разные сценарии. То есть тут не будет единого какого-то сценария, там, распад, нераспад, полураспад. Ну, об этом, я думаю, стоит уже там позже точно говорить, после окончания полномасштабной агрессии России против Украины. Вы говорили сейчас о демократии, которая будет развиваться там, возможно, сама собой, если я правильно вас понял. Хорошо, куда тогда, по вашему мнению, пропадут солдатские вдовы, которые просят Путина закрывать границы и не давать выезжать россиянам? Куда пропадут люди, вот я вспоминаю, наверное, самое ярчайшее вот такое воспоминание о такой России. Это люди, для которых фраза можем повторить, это не просто фраза там, ну, условное 9 мая. Это желание, которое было объединено и реализовано 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины. То есть мы отбрасываем субпассионариев, говорим о людях, которые жаждали этой войны, любой войны, масштабной войны. И эти же люди просто так не могут пропасть, выехать там на другие территории, либо где-то утихомириться. То есть эти люди будут оставаться. И разве развития демократии не будет? Зависит и от них в том числе. Ну, в послевоенной Германии оставались люди, которые работали на нацистский режим и тоже его реально активно поддерживали. Мне кажется, что тут важно, да, важно, что это действительно очень небольшая часть населения, которая действительно активно это поддерживает. Большая часть населения все-таки находится в апатии, в деполитизации. И российские власти, они очень нехорошо умеют симулировать поддержку. Да, вот эти вот организации вдов, там, матерей, которые якобы поддерживают войну, как правило, это какие-то достаточно симуляционные такие структуры для того, чтобы показывать вот эту вот всеобщую народную поддержку. Как только мы лишим все эти группы, всех этих каких-то вот пропагандистов, ресурсов на то, чтобы этим заниматься, эта поддержка, она очень сильно спадет на нет. И также это, да, вопрос для антивоенного движения в России, как, что предложить россиянам такого, чтобы, чтобы, что могло бы их отвернуть от вот этих вот совсем ужасных сценариев про то, что нужно всех завоевать, нужно восстановить Великую Россию, потому что вот эти все сценарии про восстановление, да, там, и так далее, этот ресентимент, это то, что, ну, люди не от хорошей, в общем, жизни, как правило, мечтают о всеобщей войне и всеобщем разрушении. И, ну, как бы задача для нас, для антивоенно настроенных россиян, это придумать сценарий будущего России, который, как бы, будет подходить этим людям, который будет интересен для этих людей и который будет давать им какие-то социальные гарантии, какую-то социальную защищенность. И это очень большой, это очень большой челлендж, но это тот челлендж, с которым нам придется иметь дело. Не менее большой, я считаю, наверное, фантастический челлендж на то, что вы сказали про такое понятие, как движение сопротивления, потому что, зная прекрасно, что годами целенаправленно, причем стратегически спланированно, выдавливалось активное гражданское общество, которое действительно несло какую-то угрозу режиму, уничтожались институты правовые, любые, гражданские институты, негосударственные организации, неправительственные, прекрасно об этом знаете. Ну и в итоге мы понимаем, что огромное количество людей уже в финале, когда приходил действительно закрытый режим, все более и более выезжали из страны. И сейчас они пытаются что-то делать в эмиграции. Ну и плюс ко всему позиция западных стран, не всех, но большинства, давайте будем откровенными, которые открывают свои границы как для беженцев, причем беженцев не от режима, беженцев скорее от мобилизации, или проще говоря уклонистов, то есть мужчин с определенного возраста, которые не хотят, в общем-то, умирать, по большому счету, но не против путинских идей, по большому счету. Так вот, мне интересно ваше видение, а кто же может это движение сопротивления возглавить, как бы собрать, из каких осколков, оставшихся там в середине страны, потому что кроме фамилии Навального, сидящего, ничего почему-то в голову не приходит ни у нас, ни у западных партнеров. Где все эти люди? Из чего это движение создастся? Через сколько десятилетий? Я думаю, что важно понимать, что большинство, то есть та группа, те люди, которые смогли покинуть страну, у которых были достаточные ресурсы, достаточные денежные ресурсы или какой-то, да, там, социальный капитал, да, знакомство, это очень небольшая, очень условно привилегированная часть населения, большинство россиян, у большинства россиян нет загранпаспортов, да, они никогда не покидали страну, для них покинуть, ну, уехать из России, это какой-то невозможный, какой-то воображаемый сценарий из какой-то, ну, даже, они даже не мечтают об этом, да, и поэтому важно очень понимать, что большинство россиян, и в том числе большинство антивоенных настроенных россиян находится в России, да, та часть людей, которые покинули страну, там, по разным оценкам, это, там, не знаю, до миллиона человек, это очень небольшая, очень небольшая часть людей, людей, и, да, как мой хороший коллега-политик Александр Азамятин, который остается в России, да, красиво очень сформулировал, да, что те, кто уехали, это не те, кто готовы на революцию, да, это те, кто, в общем, готовы уехать, и, да, последние, ну, вот, накануне Нового года, там, 30 декабря одного из новых, да, таких популярных антипутинских политиков Михаила Лобанова задержали, и, то есть, в России даже остаются политики, которые все еще против Путина, и которые какую-то часть, ну, у которых есть какая-то поддержка со стороны населения, и мне кажется, что вот это вот движение антивоенное, оно может строиться только на сотрудничестве тех людей, которые остались в стране, это большинство людей, которые сопротивляются, которые против этой войны, и тех людей, которые уехали, использование их сильных сторон, и мы также видим, да, что вот штабы Навального пытаются возобновить свою работу, они запустили платформу для как раз координации различных акций, для безопасной координации акций, вот, ну, то есть координация происходит извне России, а акции происходят внутри, и мне кажется, что мы вот все больше увидим таких инициатив, и, в принципе, это то, как строятся сильные движения против диктатуры, и особенно в таком полицейском государстве, как Россия, они только так и могут строиться, потому что любые публичные люди, которые остаются в стране, они автоматически, да, попадают в тюрьму, да, и поэтому очень важно сохранить доверие между теми людьми, которые уехали, которые остались, их не так, у них общие интересы, в их интересах, да, свободная демократическая Россия, и вопрос в том, какая стратегия поможет нам к этому приблизиться, но это действительно стратегия, на, к сожалению, на долгие годы, потому что, как вы правильно заметили, движение антипутинское, которое было в стране, оно полностью было разрушено, и мы сейчас вынуждены строить его заново на выжженном поле. Армен, спасибо вам огромное, всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Армен Армен был с нами на связи, редактор журнала Докса, короткая пауза, и далее возвращаемся в эфир Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok